Хочется все вспомнить. Всегда любая песня, эту песню мы вспоминали, потому что действительно любишь свои сыночки, свои внучки, свои внуки. Вообще о всем хорошем и представить себе невозможно, что настанет такой день, когда замечательная женщина по фамилии такой простой Иванова и ее отец с такой тоже простой фамилией Фимов будут спасать в своем доме евреев Бориса Каменарова. Вот будут спасать, потому что иначе мы его убили. А девочка, сегодняшняя девочка Маша Васильева, всю эту историю, как говорится, раскопает. Всю историю раскроет в городе Апочки, Псковской области. И сегодня награду получает дочь Евгении Ивановой Маковская Наталья. Я прошу оставить государство Евгении Ивановой, подняться на сцену и включить медаль за вашим праведницей. Апочки, глядя, глядя, глядя. Апоча! 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 Спасибо. Какие замечательные люди были, есть и будут. Большое-большое спасибо. Низкий поклон от Израиля, который ценит и благодарит всех тех, кто спасал евреев. Спасибо большое. Спасибо. Это вам памятная медаль. Это тоже Институт памяти и жертв нацизма, Ядва Шем. Спасибо большое. Я думаю, что это будет передано по назначению. Спасибо. Спасибо вам большое. И, конечно, в такой вечер невозможно не волноваться и невозможно не вспомнить тех, которых сегодня нет с нами. Но люди, очень многие, которые спасали евреев, они живут у себя на родине. Многие уехали в Израиль. И вот эта связь с этими людьми, их семья пополнилась. И это очень-очень важно. Спасибо. 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 Не все смогли приехать, но низкий поклон тем, кто не приехал и тем, кого мы еще не нашли, и их дочкам, и внукам. Они есть, они бродят по нашей стране, а мы их ищем. Есть? Пожалуйста. Прошу. Значит, мы кого-то пропусим. Кто? Нет, у меня, к сожалению, нет. Но я тем не менее очень рада, что есть этот человек. А мне сказали, что Белоусс нет. София Белоусс, правильно. Тогда извините, а кто-то вычихнул? Накажу. Так вот, извините. Это София Белоусс, она в 41-м году укрывала у себя дома трехлетнюю еврейскую девочку. Она в грану включает приемную дочь в голове Жанна. Жанна, прошу. Что же ты не обещал с ней? Жанна, Жанна. А где же Жанна? Это произошло, потому что не подтвердили участие в этой церемонии, но мы чрезвычайно признательны за то, что ваша семья оказала помощь, спасала его знак благодарности, почетную медаль и отношения. Я благодарю всех сотрудников ЯШЭБ, которые смогли помочь оформить, узнать, пригласить на эту встречу. И Алла Ефремовна говорит, что вот жалко, что нет погибших внуков, детей. Так вот, я, которая выжила, имею двух дочек, трех внуков. Я говорю, давай-ка Аркентин, уже кончил университет. Ну, двадцать четыре года, двадцать пятый. Он живет в Москве, работает. Прекрасный парень. То есть, Софья Ивановна Белоус спасла не только меня, но и она спасла мою будущую семью. А еще раз. Я когда-то осенью была под Нью-Йорком в городке Фрэндлин-Лейкс. И там не далеко ботанический сад. И в один из дней воскресных была ярмарка. И на этой ярмарке продавала одна женщина лет сорока пяти маленькие картинки с засохшими цветочками красивыми. И мы с ней разговаривались. Она говорит, вы мне так симпатичны. Вы из России? Я говорю, да. Она спрашивает у моей дочки. Я плохо говорю по-английски. Ну, почти не говорю. Она еврейка. Она говорит, да. Она подошла ко мне, расплакалась, обнимала меня. И говорит, мой отец поляк, а мать немка. Я, простите меня, простите нас. И стала плакать и обнимать меня. Вот это по поводу того, что в Германии, я не знаю, как она из Германии, в Германии умеют чтить память, чего нельзя сказать о наших. это очень грустно. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас, если не договорились, то и не сейчас. Они исполняют память о тех, кто спасал, и кого спасали, и кого уже нет. А вот.